Страна ФМ Трудитесь и работаете в Петербурге Музей вы открываете здесь, в столице Правильно все? Говорю Да, все правильно Музей в Санкт-Петербурге отработал уже около трех лет Да, но в смысле здесь, как сказать, новая жизнь И теперь я решил открыть его в Москве Потому что хочу показать его москвичам Он очень нужный, полезный музей для всех Он меняет жизнь От мала до велика Да, это семейный проект Там интересно и папе, и маме, и маленьким деткам Смотрите, у музей эмоций Давайте сначала разберем то, что Даже когда посмотришь ваше произведение У вас такая мысль всегда есть И вот что-то Я просто когда готовилась к эфиру Смотрю, думаю, вот это вот явно Меня аж прям как-то поднимает настроение То есть какая цель, миссия Человек придет в музей Что с ним должно произойти Он узнает, что такое эмоции Получит уровень некой эмоциональной закалки И все в общем про эмоции, про эмоции, про эмоции Но в итоге это некий такой Есть теория эмоционального интеллекта Его подведут и расскажут, что такое вообще эмоциональный интеллект И вот как это все измеряется Потому что чем выше показатель именно уровня эмоционального интеллекта у человека Тем человек более счастлив То есть 93% зависит непосредственно счастья От уровня эмоционального интеллекта Ага, то есть в принципе цель такая Что человек придет в музей и счастливится И уйдет уже наполненным По сути да, безусловно Наш музей делает людей по факту счастливыми Счастливыми, уже проверено, да? По Петербургу Да, да Теперь маска это тоже будет проверять Вы знаете, буквально здесь Вчера получил очень прекрасное письмо от мамочки Которая написала мне Большое вам спасибо за этот музей Потому что ребенок после посещения вашего музея Перестал грызть ногти Меняли привычку человеку маленькому Да, у нас есть комната мерзости Да, такая вот И там мы рассказываем Есть экран, на котором мы показываем глистов Значит, и как они появляются Ребенок, значит, все никак не помогал А тут увидел, что это такое Потому что не хочет, чтобы в нем это жило И отказался от... Вредной привычки Вредной привычки Да, грызть ногти, да Смотрите, друзья мои У нас на самом деле Не просто такой познавательный Классный эфир Он очень даже прикладной Дело в том, что мы в течение нашего эфира Будем разыгрывать три пригласительных Но три Это очень много, на самом деле Потому что Одно пригласительное Буквально на целую семью Да, папа, мама И любое количество их детей Вы можете себе представить? Проверять не будут Ребенок настоящий, не настоящий Может, каких-то одноклассников Удастся взять с собой Обычно видно, да Обычно видно То есть, по факту, друзья мои У 20 человек может пройти Как минимум Мама, папа, дети Это один пригласительный У нас их три Так что во втором выходе Вот у нас скоро будет Небольшая музыкальная пауза Мы озвучим один из вопросов И, друзья мои Если вы все правильно совершите условия Нашей игры Вы получите в конце эфира Вот такой замечательный подарок Потому что музей работает 7 сентября Открывается он в день Москвы На день рождения И до 15 сентября Можно будет попасть Да, в течение недели Поэтому пригласить Но можно будет прийти в наш музей Всей семьей Класс, осчастливиться Особенно хмурый папа Детей, да ладно Папе вот исправить привычки Очень бы хотелось Да, вот я иногда наблюдаю, конечно, картины Когда папа говорит Я вас, ну вы заходите Я вас здесь подожду Друзья, дорогие Алексей Сергеенко Сегодня в гостях в студии Страна ФМ Мы готовы разыграть Три пригласительных В музей эмоций Который открывается 7 сентября в Москве Друзья мои Но, что немаловажно Один пригласительный На целую семью Маму, папу И неограниченное количество Неограниченное количество Их детей Да, что нужно делать Запоминайте, во-первых, наш номер Кто не знает 909-928-189-9 Повторяю 909-928-189-9 Поскольку мы разыгрываем Три пригласительных На разные семьи Первый вопрос у нас такой Сколько залов В музее эмоций? Это раз Отлично Второй вопрос Какой, Сергей? Как вас зовут? Да, как меня зовут? Давайте ФИО полное Полное имя, отчество Ну, кто ж отчество-то знает Вы знаете ли, за билет-то можно и погуглить Например И третий вопрос Сколько эмоций? Сколько у меня детей Да, хорошо Сколько у вас детей? Друзья мои И мы сделаем так Вот я выберу Седьмое сообщение Победным Тринадцатое И двадцатое Вот буду отчитывать Ватсапи и Вайберы 909-928-189-9 На разные вопросы Вот кто ответит В общем, будем Вот такую лотерею устраивать Все, друзья Поехали Уже у меня телефон звенит Смотрите Музей эмоций открывается 7 сентября Как вообще будет проходить эта программа? Мы уже поняли, что вы делаете людей счастливыми Ну, какой там механизм работы? Что это будет? Человек приходит к нам Наш администратор встречает Рассказывает все, что он увидит в музее После этого он покупает билет И идет на экскурсию Эскурсовод собирает группу Где-то там около 10 человек И начинает им рассказ про эмоции И они начинают целое такое большое путешествие По миру эмоций Это занимает около часа 40 минут в час Выходят Пофотографировались Купили сувенирчики И счастливые пошли домой Смотрите, а как вы выбирали вот этих гидов? Они должны быть счастливыми Они должны быть, я не знаю, психологами Вот какая подготовка должна быть у человека Который проводит по миру эмоций? В первую очередь, конечно, это артист Это человек Конечно, это эмоциональное выступление Это артист И в Санкт-Петербурге у меня работают люди Уже многие больше трех лет И как со сцены Вот не уйти Так же ему не уйти из музея Они прямо наслаждаются вот этой жизнью Публичности Такое вот непосредственное выступление Рассказом, обсуждениями В Санкт-Петербурге у меня работают Несколько человек Это студенты театральных вузов И два человека у меня есть Которые играют, например, на улице на гитаре То есть они то у меня работают Музеи, то играют на улице Уличные музыканты Уличные музыканты, да Вы вообще как этой темой заинтересовались Изначально Почему эмоции стало главной темой Ваших, так скажем, произведений Ну вот где-то лет 10 назад Я узнал про теорию эмоционального интеллекта И подумал, как бы донести эту теорию до всех Потому что кого я не спрашивал Никто про нее ничего не знал Оказывается, как бы не казалось, что она такая известная Но 10 лет назад ее вообще никто не слышал даже про нее Подумал, как донести Но про счастье это все-таки мейнстрим такой Это популяция Да, сейчас это все Я понимаю, что я, наверное, и дал какой-то толчок К изучению вот этого эмоционального интеллекта Потому что я первый художник, который начал об этом говорить Начал это сделать целый музей Посвятив это эмоциональному интеллекту Вот Выдумывал, выдумывал, выдумывал И придумывал такой музей Смотрите, у нас сейчас Мы можем показать, да, презентация у нас Вот наши телезрители смотрят Слушатели будут на наш голос реагировать Комментируйте Что это такое, что мы видим? Ну вот здесь сейчас мы видим Это я себя хоронил Ого То есть, чтобы вы понимали Художник в буквальном смысле лежит В гробу, да В гробу я хотел его произносить Несколько лет назад я проводил перформанс Приглашаю на свои похороны Я лег в гроб С меня снимали посмертную маску Около 200-300 моих друзей Пришли все в черном И говорили посмертные речи Я снял на это Кино снял У меня были арт-объекты Венки, гроб И вот этот гроб сейчас представлен в этом музее Ну и одна из комнат Она посвящена комнату страха И страх смерти, безусловно Это один из самых сильных страхов Вот, поэтому мы вот таким вот образом Сделали там такую комнату Она по-настоящему страшная Ощущения такие себе, да? Ощущения есть Там есть всяких, много нескольких таких секретов Даже запах есть, страха, кстати А, запах страха? Да, запах страха, температурный режим В гробу, кстати, можно полежать Вот, это очень полезное, нужное, на мой взгляд, действие Потому что нет хуже приметы, плохой приметы Чем полежать в гробу в закрытом Но если ты осмолился, полежал То выходишь и все И ты никаких суверий у тебя нет Ты про всякие разные приметы забываешь И твоя голова освобождается Для хороших и правильных мыслей Друзья, вот если вы хотите полежать в гробу Вы помните, у нас разыгрывается приглашение Три штуки Да, если готовы поучаствовать Но не только это У нас там разные будут комнаты Три вопроса, я просто напомню Сколько залов в музее эмоций, Тарас Сколько детей у Алексея И третий вопрос Какие эмоции представлены в музее Надо будет перечислять все эмоции Сколько эмоций будет? Сколько эмоций? Сколько эмоций? 909-928-1-89-9 Ватсап, вайбер, смс 909-928-1-89-9 В конце нашего эфира мы объявим победителей Я хочу просто сфокусировать ваше внимание Что пригласительный один на целую семью Мама, папа Любое количество детей Так, дальше Получается, есть комната страха Мы поняли Есть же и другие положительные эмоции Безусловно, есть комната любви Вот она только что промелькнул Есть комната любви В ней представлено несколько арт-объектов Тоже идея этой комнаты У меня уже давно родилась Это где-то лет, наверное, 8 тому назад Я почувствовал, что мне в жизни любви не хватает Что как-то меня мало любят В смысле у вас? А, я не хочу говорить, сколько у вас много детей Это один из вопросов Есть еще такая Помимо востребованности, которая в семье Она есть еще востребованность Друзья, коллеги Какая-то публичная деятельность И художник в публичной деятельности Она занимает Да, очень много места Поэтому вот я что-то почувствовал, что не хватает И решил начать рисовать сердца И на 14 февраля в своей галерее Всем, кто приходил ко мне и говорил, что верит в любовь Я дарил свою картину с красным сердцем на белом фоне И так это уже вот 7 или 8 лет Это вот уже делаю Каждый год 200 сердец Несколько лет делал по 100 сердец Потому что 200 это только раздавать почти 5 часов Ко мне приходят люди Небольшая очередь И стоят и говорят Я верю в любовь Все, пожалуйста, сердце Я их номеру И еще там что-то говорим со всеми Вы так открыто говорите о своих каких-то Ну то есть В общем откровенно весьма Что вам не хватает любви Что вы вот Раньше не хватало Сейчас на самом деле чувствую, что у меня все наладилось То есть ваша работа тоже отчасти такая терапия для вас? Безусловно Все, что Все мои арт-объекты Они в какой-то момент решали какую-то мою проблему Вот в 30 лет испортило зрение Я через искусство себе это зрение восстановил Есть упражнения для глаз Я просто для того, чтобы их легче было запомнить Я их визуализировал Я их нарисовал А потом по этим Стало вот их повторять-повторять И за 6 дней себе восстановил зрение Ну и с тех пор до сих пор хожу без очков Но, кстати, упражнения Единственное, есть недостаток Это все методики Что упражнения надо делать каждый день Это важно Друзья, вновь у нас небольшая пауза Мы скоро вернемся Напомню, Алексей Сергеенко в гостях сегодня у страны ФМ Будьте с нами Друзья, мы продолжаем Лиза Калинина в студии В гостях у меня сегодня Алексей Сергеенко Художник Напомню, 7 сентября открывается музей эмоций В столице, в Москве Мы разыгрываем пригласительные Три штуки на целую семью, друзья мои Три вопроса у нас Отвечайте, сколько детей у Алексея Сколько залов в музее эмоций Это второй вопрос, второй пригласительный И третий, сколько эмоций в этом музее представлено Да 909-928-189-9, ватсап, вайбер, смс В конце программы Озвучу победителей Вы пока отвечайте Алексей, у меня вопрос такой Смотрите, вы уже начали говорить про свои, так скажем, пережитые эмоции И то, что вы от своих страхов избавлялись И любовь приобретали А бывало так, что вы сталкивались, может быть, с мнением ваших коллег Что осуждали вас, как-то критиковали за такое, может быть, поведение неординарное И как вы на это реагируете? Ну, на самом деле я на критику всегда смотрел так достаточно спокойно То есть вас это не задевало? Нет, ну, задевает, но не сильно Я как йог, я же 28 лет уже йогу преподаю Да, это немаловажно И как йог я делаю 4 упражнения, тоже почти ежедневно, на стрессоустойчивость И на эмоциональный интеллект, кстати, тоже Вот, и поэтому я очень стрессоустойчив Мне кажется, это вообще очень такая важная упражнение Надо делать их всем, да Все болезни от нервов, как такое Это точно Вот, стрессоустойчивость, это такие очень важные показатели И при этом я понимаю, что если я делаю хорошее дело, принимаю решение, я его делаю и делаю Ну, критикуют и критикуют Если ты будешь постоянно оглядываться на людей, которые тебе говорят что-то в спину То ты будешь все время жить с оглядкой Да Мне эта вот история не нравится, поэтому я все время смотрю вперед Так, хорошо, мы вернемся Друзья, у нас, кто нас смотрит, слайд-шоу идет, да, друзья? Вы пока комментируйте, что мы видим сейчас у нас 3 секунды Ну, ваш символ, ромашка Да, ромашечки, да, мы любим А почему, да, вот, поясните нам тоже Любимый цветок Да, это любимый, это символ северной природы Такой он везде растет, неприхотливый И при этом ромашку можно пить Ее еще Виценте про нее рассказал Какой-то полезный То есть просто Многофакторный такой, со всех сторон, классный цветок Да, просто замечательный цветочек, который мне очень нравится На нем еще гадать можно, да, то есть и вообще И я вот как-то начал рисовать ромашки Так рисую, рисую, рисую Уже там много лет, уже лет 20, наверное, рисую ромашки Мы вот видели сейчас комнату, как детская такая, с лошадкой тоже, с ромашками Да, там А, это комната радости Да, там неоновый свет И люди, которые в эту комнату заходят У них есть возможность Это последняя уже комната И что-то нарисовать или что-то написать И прикрепить свой рисунок на стену Ну а комната вся такая, вся деревянная И поэтому она в итоге вся обрастает вот такими рисуночками Понятно, смотрите, вот поскольку мы разыграем пригласителей И вообще всех приглашаем с семьей Приходить вместе с детьми Вот как вы считаете, как человек, который изучает эмоции Который рисует Вот когда ребенку нужно объяснять, может быть, картины Пояснять, что там изображено Когда вообще прививать вкус И как это делать? Вот у вас все-таки много детей Как вы работаете с ними? И на вашем примере, может, вы поделитесь советом каким-то? Вы знаете, у меня есть проект, который называется «Личная формула счастья» Но я вначале делал для себя Когда в 30 лет решал, опять же, свой вопрос со счастьем Вообще, ради чего я живу и зачем все это делаю В 30 лет такой вопрос В 30 лет у меня этот вопрос возник, да Я для того, чтобы ответить на этот вопрос, уехал на остров без еды Прожил там 10 дней, ничего не ел Ел только ягодки, которые там, черника там росла На Ладоге Вот, вернулся оттуда Ну и понял, зачем я живу И как понять, как определить свою личную формулу счастья Но у меня есть такой проект Вот И потом совместно с детскими психологами Я еще задался вопросом, что у детей это счастье другое, чем у взрослых И в пожилом возрасте еще другое Поэтому у меня три формулы счастья Для взрослых людей, для детей и для пожилых людей Так вот, дети на первое место, для того, чтобы они были счастливы Они говорят о том, что они родители рядом То есть вот есть такое понятие, родители рядом Это вот для ребенка самое важное Поэтому, если вы хотите сделать своего ребенка счастливым Да, то есть, ну, мне кажется, это цель любого нормального родителя, хорошего Да, то будьте просто с ним рядом и уделяйте ему как можно больше времени А что говорить про картины? Картины дети любят рисовать Обязательно их хвалите Не критиковать, да? Не критикуйте, конечно Хвалите их, чтобы они не делали Если они рисуют на обоих в своей комнате или в коридорах Они таким образом украшают эту комнату Если они что-то там порезали ножницами Тоже молодцы Ну что делать? Больше так не делать, потому что это вещь нужная Но вообще сейчас ты молодец Ну и я своим детям еще обычно Вот это достаточно спорный момент Но я еще все время говорю о том, что Мало нарисовать Надо еще с этим рисунком что-то сделать То есть, если ты его нарисовал И на этом остановилась То это неправильно То есть, нарисовал и этот рисунок пошел в какое-то дело Либо он украсил твою комнату Либо он пошел на день рождения Там в гости пойдем к бабушке И ты его подаришь бабушке И бабушка будет там что-то такое Либо ты его, например, продаешь Класс Слушайте, это хорошо Чтобы вы готовите продукт такой Чтобы ребенок уже завершил дело Да Чтобы была такая стройная логическая цепочка Что, как и в итоге вот что-то такое У нас тоже небольшая логическая сейчас пауза Друзья, рекламная Для нас это важно Мы скоро продолжим Будь со страной ФМ Друзья, добрый вечер Лиза Калинина в студии У нас в гостях сегодня Алексей Сергеенко Йог, художник, бизнесмен Отец многодетный Я не буду говорить сколько Потому что это один из вопросов На нашу викторину Друзья, мы разыгрываем Три пригласительных билета 7 сентября открывается Музей эмоций в Москве Вот Алексей как раз Собственно поэтому у нас и в гостях И один пригласительный на целую семью Мама, папа, неограниченное количество детей И какие у нас вопросы Первый, сколько детей у Алексея Второй, сколько залов в музее эмоций И третий, сколько эмоций собственно представлено в музее Ватсап, вайбер, смс Пишите 909-928-189-9 909-928-189-9 13-е, 20-е И еще какое-нибудь сообщение у нас окажется победным В общем будем выбирать лучших В конце программы расскажем Давайте продолжим о музее говорить Конечно Вот у нас идет слайд-шоу Мы сейчас как раз его видим Там вот это что было? Вот комната ромашковая Это позитивное удивление Но это фотографии сам Тибурского музея Потому что московский пока еще мы публично не выкладываем И в московском музее будет комната позитивного удивления Это будет несколько арт-объектов Один из самых больших это море ромашек Это огромные шестиметровые метровые ромашки В общем вся комната в ромашках большая Позитивное удивление Позитивное, да Человек входит и удивляется Понятно И к нему идет лабиринт То есть у нас все еще Все наши залы или комнаты Они все еще соединены между собой Эмоциональными лабиринтами Вот Потому что эмоции в эмоцию Нельзя просто взять и перешагнуть Как через порог Ты должен Прожить ее Прожить ее Ну погрузиться Мне очень интересно тоже донести до нашей аудитории Мы просто очень прикольно так с вами разговаривали за эфиром Мне иногда кажется Это даже круче, чем в эфире И вот иногда хочется поделиться с людьми Смотрите, вы сами это все как бы прожили И теперь вы еще как наставник То есть у вас есть ученики ваши Да Как вот они с вами взаимодействуют То есть вы с ними преимущественно через йогу работаете Это ваши подопечные Кого вы обучаете именно художественному мастерству Вот кто это в основном? Обычно я смотрю на человека как бы в комплексе И у меня нет такого, чтобы мои занятия закончились только в йога-зале, например Или у меня вообще каждый воскресенье, кстати, марафон 25 километров Тоже с учениками Ну такие, да Вы бежите Нет, мы быстро идем Но мы ходим быстрее, чем самые быстрые финны То есть мы засекали, мы бы всех там победили Обогнали Обогнали бы всех, да И мы, значит, вот Ну мы очень У меня мужская такая йога, силовая И ко мне приходят, мне кажется, люди заниматься Те, которые не только хотят стать гибкими и сильными И перестать болеть, чтобы никогда не болела голова, сердце Что у йогов, кстати, и происходит Но при этом еще хотят быть успешными в жизни И первое, что мы обсуждаем обычно Что же тебе нужно от жизни И когда через какое-то время человек начинает Что ему надо от жизни Вот Очень много кому нужно больше зарабатывать Я хочу больше востребованности Я хочу там что-то прям вот это, вот это Вот подождите, сакцентируйте внимание Вот все-таки вы, хоть и такой весь процветленный уже человек, счастливый Деньги, это реально важно? Деньги Особенно для мужчин Это очень необходимый, сильный инструмент Для снятия каких-то барьеров в жизни Этого же стесняются люди порой Не надо стесняться Надо не стесняться Вот, послушайте умного, мудрого человека Да Деньги это хороший инструмент Это важно, это нужно Для достижения каких-то необходимых тебе целей Средства Ну, средства, да, для достижения целей Тебе нужна там такая квартира, там образование, путешествия, одежда, там Впечатления Впечатления, да Вот как йоги, мне кажется, я очень мало трачу денег на еду То есть я ем один раз в день И ем немножко, да И я еще вегетарианец Ну, как все прибыли по йоге Как положено, в общем, да Не пью алкоголь, не курю То есть если вот Ну, если очень мало денег трачу там и на одежду, и на что-то Потому что одежду в основном там тоже что-то как-то Но при этом у меня денег уходит очень много На образование детей очень много денег уходит Дети взрослеют, они хотят путешествовать, хотят где-то учиться За границей или там Вот так это непростая задача для многодетного отца То есть ученики, в принципе В основном мужчины В основном мужчины, да У меня силовая йога Мы очень много делаем все на пальцах Я раньше же был тренером по карате Я занимался карате много лет с детства И работал какое-то время даже тренером Потом вот перешел на йогу Потому что йога на самом деле ближе к гармонии Ближе к здоровью И меньше времени занимает, ну и так далее Вот, но Потом понял, что все-таки йога для меня немножко такая Совсем слабовата И стал добавлять упражнения с карате А сейчас ты как-то так посовмещал И у меня получается такая силовая йога Как меня называют мои коллеги Силовая йога? Да, мужская йога, силовая йога Такая, да Не только растяжка, но и сила Я вот отжимаюсь 1191 раз на пальцах Серьезно? Да, я чемпион Нашего города, Санкт-Петербурга По хождению на руках Я выступаю для тех, кому за 30 Я занял в прошлый раз, по-моему, второе место Вот, потому что для тех, кому за 50 Я бы вообще, вот, нас было двое И, в общем, так мы так Особо не потренировались Не посоревновались, в общем, да Я хотела прошутить про Газманова, не буду Ладно, смотрите, Алексей, а когда вы рисуете? Вот когда вы успеваете все это делать? Вы же художник Да, безусловно И у меня, на самом деле, очень много времени Это все стало занимать Но в последнее время картины подорожали Заказов стало меньше И, ну, рисую, да, рисую довольно-таки много Ну, и, знаете, сейчас я стал еще Пользоваться помощниками Потому что, вот, если я рисую 200 сердец На которые сдаю на 14 февраля То я уже сам не грунтую холст Я сам его не делаю фон Ну, закрашивать просто белым Кого-то прошу Я сам рисую только сердца Но даже фамилию свою Потому что 200 раз писать фамилию Это мучение Я прошу кого-то написать И там кто-то берет тоненькую кисточку И уже потом пишет Я рисую только сами сердечки И вот так в каждой картине Есть какое-то некое основное звено Которое я делаю сам Но при этом прошу друзей художников Мне помогать Понятно Вот все-таки Когда вы открывали музей Вот эмоции, которые вы выбирали Это те основные, которые существуют в вашей жизни Или как вы выбирали? Я советовался с психологами Общался со специалистами Потому что это тоже интересно Продумано Вник этот вопрос Прочитал несколько книжек Научно Да, это да С научной точки зрения У нас музей абсолютно продуман И со всеми согласован То есть хуже никому в нем точно не станет То есть есть такое экспертное мнение Есть экспертное мнение специалистов Вот Михаил Бородянский Один из тех психологов Это человек, который вектор на психологии Который выступил нашим консультантом Еще в самом Тиборге Ну и здесь мы просто повторяем Все, что там, по сути, мы много что сделали Вот поэтому он очень продуман С точки зрения психологии И существует очень много теорий По каким-то теориям там Говорят, что вообще 4 эмоции Кто-то говорит 10 тысяч эмоций Кто-то 400 эмоций Кто сколько Но есть теория, которая 7 эмоций И мы взяли именно 7 7 таких, на мой взгляд, базовых и основных Друзья, напомню, что у нас в гостях сегодня Алексей Сергеенко Мы разыгрываем пригласителей Уже буквально через 2 минуты Мы узнаем, кто отправится в музей 7 сентября, в любом случае, он открывается Так что в Москве И вот пригласитель, который мы подарим До 15 сентября Да, в течение недели действует Да Ну что, все подробности мы расскажем чуть попозже И сейчас у нас рекламная пауза Дорогие друзья Мы продолжаем наш эфир И что я хочу сказать Я говорила, что в конце мы разыграем билеты У нас 3 пригласительные в музей эмоций Я готова объявить победителей Друзья мои Итак, всей семьей отправляется у нас Девушка по имени Светлана Она дала правильных много тут ответов Ну как раз она Какие мы выбрали числа-то в итоге? 14-е? 7-е, 14-е, 21-е Да, вот Я все считала И сверху вниз и снизу вверх В общем, Светлана, дорогая, я вас поздравляю Три сыночка у Светы И вот как раз с 7-го по 15-е сентября Вы своей дружной семьей отправляетесь в музей эмоций Следующий победитель пока мне не отправил свое имя Номер его заканчивается на 9-8-5-0 Тоже дал правильный ответ И все причем отвечали сразу на три вопроса Тоже дарим вам с удовольствием пригласительное Да, и еще один молодой человек У него три дочки Зовут его Дима Дима, кстати, из Подмосковья Тоже, дорогой Дмитрий И супругу берите Вы отправляетесь в музей Метро Курская, мы не сказали Да, метро Курская Арма Арма, да 18-е строение Ну, тут на велетах Да, Нижний социальный переулок Дом 5, строение 18 В общем, найдете, друзья мои Все, мы с вами свяжемся Отдадим пригласителя У нас финальный выход Напомню, что у нас Алексей Сергенко в гостях Художник, йог, бизнесмен Вот, смотрите, я хочу, чтобы вы Такое нам, какие-то практические советы Дали Вы человек счастливый Вы человек реализованный Ой, давайте я вам покажу упражнение Давайте, да Может, что-нибудь, чтобы мы стали тоже счастливее немножечко Да, да, да Вот как быть классным, счастливым В хорошем расположении духа? У меня есть любимое упражнение Которое я делаю, ну, достаточно регулярно И всем рекомендую его делать И можно делать в максимально публичных местах Это упражнение, которое повышает настроение Делает тебя более стрессоустойчивым Делает тебя более уверенным в жизни И делает упражнение регулярно Ты начинаешь У тебя начинает все получаться Так, регулярно-то как, каждый день? Да, хоть каждый день Хорошо, так, все Ну, почувствовал какой-то момент Какой-то депрессии Не домогание Взял и сделал Супер Депрессии нет, все Все, я хочу, давайте Закончил, делаем, да? Да, друзья, приемнички погромче Телики поярче Да, нас же будет еще и видно И видно, и слышно Раз, два, три Нужно будет поднять руки кверху Поднять голову наверх И как можно громче сказать А-ха-ха, ха-ха-ха-ха А-ха-ха-ха-ха-ха Да, а-ха-ха-ха-ха-ха-ха Ну что ж, давайте Давайте раз Раз, два, три А-ха-ха-ха-ха-ха-ха! А, так громко. Ой, класс. Итак, а сколько, один раз? Один раз. Так, друзья, вы поняли, если у вас какая-то апатия, недомогание, то делать это упражнение, да, работа всем стала веселее. Вы согрелись. Смотрите. После этого можно себе еще похлопать. А, похлопать себе еще. Мы уже можем говорить правильные ответы на нашу викторину. У вас семь детей. Семь детей. Семь залов в музее. Да. И семь эмоций. Да. Семь детей. Идут ли они по вашим, так скажем, преемники ли они ваши, да, по вашим стопам? Старший сын у меня работает сейчас как раз директором этого музея. Который завтра открывается. Да, ему 21 год, который завтра открывается в музее эмоций. Ой, не завтра, а 7 сентября, простите, пожалуйста. Он уже переехал в Москву, уже здесь живет. Ему Москва очень нравится. И вот. Реализует вообще. Это старший, да. Да. У него черный пояс по карате. Он чемпион нашего города по бегу. Когда бегом, кстати, мы никогда не занимались. Бегать не надо, чтобы быстро бегать. Вот. И он учился в Оксфорде. Там были олимпиады, 6 олимпиад, 6 золотых медалей за год. То есть, как бы, ну, в общем... Обалдеть. Да, все грамотно, да. Но при этом бросил и сказал, что хочет... Теперь в музее работает. Работать. Работать на родине и сейчас думает, где бы учиться. Вот. Со мной приехал средний мой сын Макар. Он художник, тоже занимается карате. Он уже выше меня, ну, и значительно сильнее. Мы с ним недавно боролись. Я не могу ему уже оказывать сопротивление. Ой, классно. Ему 16 лет. Да. Он художник и одну из картин уже продал за 100 тысяч рублей. Короче, преемники есть, успешные. Алексей, мы хотим сказать вам огромное спасибо. Друзья мои, 7 сентября в день города в Москве открывается музей эмоций. Алексей обещает, что мы будем счастливее после прохождения семи залов, да? Безусловно. И приходите всей семьей. Алексей Сергеенко, художник, йог, бизнесмен, отец семерых детей был в гостях у страны. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Да. И желаем вам. И даже что вам пожелать? Вот что напоследок вам сказать? И вообще, что правильно желать людям? Ну, счастья? Да, счастья точно. Всем можно желать. Всем угодишь. Я желаю вам счастья. Спасибо, что пришли. Спасибо огромное. Спасибо. Мы скоро продолжим. Будьте с нами. Субтитры сделал DimaTorzok